К нашему, подчеркиваю просто большими буквами, много неуважаемому правительству. Объясните мне, гражданину своей страны, что еще должно случиться в нашем государстве, чтобы вы уже схватились за головы и задумались о том, что вы, простите меня за выражение, но другого слова уже просто нет, нахуевертили за эти четыре месяца. Что вы сделали, кроме того, вообще за срок своего правления, кроме того, что вы умудрились в период пандемии издать закон и позатыкать людям рты, что вы сделали хорошего, объясните мне, в этой стране? Что вы сделали? Спустили с молотка все, что можно было спустить? За четыре месяца пандемии бросить людей, бросить граждан, бросить врачей, бросить силовиков? Вы нормальные люди вообще? Вы застрахованы от всего в этой жизни? Я понять не могу. Или вы думаете, с вами этого не случится? Прости меня, Господи, не дай Бог, я мать двоих детей? Мне страшно говорить эти слова, но мне так хочется, чтобы этими граблями прилетело к каждому из вас по затылку. Вы вообще адекватные люди? Вы адекватные люди? Как вам спится вообще? Вы как живете? Вы со спокойной совестью, с подарками, я не знаю, там с какими-то выплатами уходите на каникулы? Какие нахрен каникулы, ребята? Вы отвечаете за всю страну сейчас? Вы сейчас впереди планеты всей должны бежать и помогать медикам? Вы ограничили транспорт? Вы в своем уме, что вы делаете вообще? Как вы его ограничили? Вы понимаете, какие давки и какая толчья теперь будут в маршрутках, в автобусах и в троллейбусах? Как люди должны выживать в этой ситуации? Каким образом? Если вы вводите эти ограничения, если вы на выходные убираете транспорт из города, вы обеспечили доставку врачей на работу и с работы? Вы подумали, каким образом будут добираться люди, которые сейчас отвечают за каждого из нас? Четыре месяца. Почему все нормальные страны и все нормальные государства готовились к этой волне? Строили больницы, закупали медикаменты, закупали средства индивидуальной защиты, готовили дополнительные места в больницах, разворачивали еще какие-то, я не знаю, учреждения. Что сделали вы? Что сделали вы? В страну зашли такие средства. На эти средства можно было ни одну больницу построить. Сейчас не хватает аппаратов ИВЛ, не хватает кислородных аппаратов. Серьезно? Да ладно! А разве этого всего нельзя было купить? Разве нельзя было ко всему этому подготовиться? Где? Ответьте людям, где деньги, которые зашли в страну. Почему сейчас умирают молодые ребята, которые действительно, сука, защищали Родину? Ребята, силовики, которым за их работу вообще надо в ноги кланяться, мы их хороним! Вы что делаете? Это уже даже не крик души! Ну, издали вы этот закон! Ну, позатыкаете в рты людям! Ну, привлечете вы одного, второго, третьего, пятого, десятого! Ну, всю страну вы не заткнете уже! Все, приехали! Скинули средства на цены на гребаные тесты! С двух четыреста на тысячу шестьсот сомов! Смилости велись! Вы нормальные? Вы нормальные? Та ситуация, в которой сейчас находится страна, вы должны все это делать бесплатно! КТ легких от двух тысяч шестьсот сомов до трех тысяч восемьсот! Как люди, откуда у людей деньги после того, как они все это время просидели в карантине? Без зарплаты, без заработка, без денег! Откуда у людей сейчас на это средства? Откуда? Где этим матерям, у которых сейчас болеют дети и родители? Где людям брать на это деньги, чтобы сделать этот гребаный тест? Чтобы сделать это КТ легких? Где люди должны брать деньги на то, чтобы покупать кислородные концентраторы? Где? А мы нормально все у нас! Мы на каникулы уходим! Смотришь фотографии из зала! Счастливые сидят, улыбаются друг другу, руки жмут! Круто вообще! Нет, ну да, конечно, с такими-то бабками мы себя и вылечим! И концентраторы купим! А простым людям что делать? Что делать простым смертным? Объясните! Я сейчас все это говорю, а у меня дома мама и двое детей! Маме 66! И у меня нет никакой гарантии, что эта зараза не ворвется в мой дом! Ну нет никакой гарантии! Нет никакой гарантии, что не пострадают мои друзья! Мои близкие люди! Что делать? Вот сейчас мы рисуемся в своей группе волонтеров и ломаем головы! А как медикам помочь? Как их на работу отвезти? Как их горячим питанием обеспечить? Почему об этом думают простые смертные? Почему на все это положилось прибором наше правительство? Объясните мне! Ну почему? Это нормально? Почему скидывали? И на каникулы ушли! Блеск! Пусть меня простит Бог, но я очень хочу, чтобы вам в какой-то форме и когда-нибудь это все олукнулось так, чтобы никому из вас мало не показалось! Никому! Ребята, люди, у кого есть хоть какая-то возможность сейчас, пожалуйста, присоединитесь к нам! Нам очень нужна сейчас помощь, нам нужна финансовая поддержка для того, чтобы мы в очередной раз собрались и со своим бензином, со своей соляркой на своих машинах могли сделать хоть что-то! И хоть как-то! Ребята, пожалуйста, отзовитесь! Если мы с вами сейчас не возьмемся спасать свою страну, этого не будет делать никто! Ну просто никто! Ну просто никто! Могут дождаться помощи! Это какой-то кошмар! Это беспредел! Богатейшую страну с богатейшими природными ресурсами! Страна, которая может процветать! Засунули в такую задницу! Опустили просто ниже плинтуса, где люди теперь должны выживать! Просто выживать! Это как? Ребята, пожалуйста! Всем, чем можем! Давайте мы сейчас поможем врачам! Давайте мы сейчас поможем друг другу! Потому что никто не поможет! Ну просто никто! Потому что никто не поможет! Мне страшно! Мне страшно за маму! Мне страшно за детей! Мне очень страшно! Но я готова одеть свой костюм! Одеть свои кроссовки! Маску! Платок! Перчатки! И со своими ребятами! Сесть за руль! И вести! Вести горячее питание! Вести врачей на работу! Помогать людям! Давайте, наверное, мы уже возьмемся за все это! И будем вытаскивать друг друга из свою страну из той задницы! В которую нас засунули! Потому что это наша Родина! И потому что так жить уже невозможно! Потому что это кошмар! Потому что страшно думать о том, что сейчас люди сталкиваются с такой ситуацией, что дети не могут попрощаться, проститься с родителями, которые умирают! Родители не могут проститься с детьми! Потому что бушует вся эта зараза в стране! Это кошмар! Это ужас! Очень хотелось бы проснуться в одно прекрасное утро, посмотреть в окошко и сказать, господи, это был страшный сон! Но, черт возьми, это реальность! Страшная, адская, противная реальность! В которую мы все попали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...